Приветствую вас! Давайте мы с вами ответим сразу на первый вопрос, который вы задаете, да? Как понимать его слова? Понимать его слова нужно так, что вы, с одной стороны, дарите ему наслаждение, с одной стороны, вы даете мужчине радость, с одной стороны, вы дарите ему счастье, вот. А с другой стороны, вы дарите ему и боль, вместе с этой самой радостью. Мужчина не воспринимает вас, к сожалению, как человека, которому можно и которому хочется. Вот самое, пожалуй, главное, да? Которому можно и которому хочется давать любовь. Отдавать любовь. Потому что вы причиняете ему боль. Ну, мужчина. Вот. А таким образом, таким образом, я бы сказал, что можно вести речь о созависимых отношениях, вот. Потому что мужчина однозначно не воспринимает вас, ну, исключительно в контексте здоровой любви. То есть, мужчина воспринимает вас в контексте ожиданий, в контексте болезненности, то есть, в контексте решения каких-то своих проблем. Это ни в коем случае не может быть хорошим основанием для отношений. То есть, как правило, как правило, любят и ненавидят тогда, когда не чувствуют себя, не чувствуют себя, защищенным. То есть, не чувствуют защиты, не чувствуют наличия защиты рядом с человеком. К сожалению, к сожалению, это вот именно такая история. К сожалению, это именно вот так. Потому что ненавидят, вот вы просто вдумайтесь, просто вдумайтесь в это. Что? Что вызывает ненависть? Просто. Что может вызывать ненависть? Какие истории, события могут вызывать ненависть у людей? Только те, что лишают человека комфорта. Только те, что лишают человека защищенности. А если что-то вас лишает его защищенности, значит, получается, что, возможно, он за ваш счет пытается это компенсировать. Что и является признаком созависимых отношений. А я не пытаюсь сейчас как-то, знаете, принизить, обесценить человека, да. Не беда испринизить и обесценить ваши отношения. Вот. Мне просто хотелось бы, чтобы вы вот как бы, ну, понимали, понимали, как обстоят дела. Вот. Это вот мое такое желание. Чтобы вы понимали, как обстоят дела. И чем продиктованы его слова, чем продиктованы, чем продиктованы его отношения в данном случае. Вот. Дальше. Дальше. Была неприятная ситуация, из-за которой есть негатив с его стороны. Понимаете? Негативная... Была неприятная ситуация. Вот сама постановка вопроса, да. Что ситуация неприятная, сама постановка вопроса, она вызывается... Вызывается сомнение на самом деле. То есть вопрос. А почему? Да. Потому что, ну, что значит... Что значит неприятная ситуация? Вы поссорились, может быть, да, или там, или еще что-то произошло. То есть, понимаете, вот это нужно разбирать. Если вы поссорились, то из-за чего, в чем, собственно, был конфликт, да, в чем, собственно, проблема и так далее. Вот. В чем ответственность ваша, и в чем ответственность его. То есть, это все, это все нужно разбирать, это все нужно смотреть, это все нужно анализировать. Только так можно надеяться на то, что, ну, как бы, ситуация раскроется. Вот. Потому что, когда вы говорите, что, ну, просто, что, как бы, неприятная ситуация была, да, то есть, непонятно. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Опять же, тот же вопрос, чем, как и так далее. Понимаете? Для вас обоих хорошо, но в таком случае вы отчасти ведь сами создали эту ситуацию. То есть, как правильно вам сказал коллега, что если вы хотите отношения с мужчиной сохранить, то больше таких, значит, как бы ситуаций, таких историй повторять не нужно. Но необходимо так же и понимать, необходимо так же понимать и другое, что это не всегда зависит от вас. То есть, не всегда от вас зависит, будут ли повторяться такие истории. Ибо у мужчины, у самого мужчины, как я уже сказал, вполне могут быть свои проблемы. Которые он, по сути, на вас просто перевешивает. И здесь, конечно, вопрос личной ответственности, он очень важен. Потому что в зависимости от того, насколько и как вы ограничиваете себя от мужчины в отношениях, ну, вообще, насколько вы себя ограничиваете, вот, в зависимости от этого, и будут комфортно развиваться отношения. То есть, одно дело, если вы, ну, там, одно дело, если вы действительно сделали, там, ну, что-то такое, да, неприятное, там, не очень хорошее, обидели как-то мужчину и так далее. Вот, это одно дело, знаете, это один аспект. Это один момент тогда. И совсем другая история, если это происходит постоянно, если вы ничего особо не делаете, да, если вы не хотите ему делать больно, а это все равно происходит, он все равно обижняется и так далее, так далее, так далее. Знаете, и вот здесь, конечно, конечно, уже можно говорить о его, о его, о его специфическом поведении. Поэтому, я думаю, что исходить нужно из этого. Тщательнее делать именно анализ ваших отношений, чтобы понимать, что именно происходит, чтобы понимать, именно с чем, именно мы имеем дело, делом, здесь. Дальше, сейчас держит дистанцию, но и общение не прекращает. Ну, очевидно, что его, где-то там, да, что-то задело, очевидно, что ему, так, где-то там, что-то не понравилось, очевидно, что ему, ну, сложнее сейчас с вами отношения выстраивать, очевидно, что мужчина, он боится, возможно, близости, вот, ага. Ну, боится, очевидно, очевидно, что боится он близости, вот, и сейчас он и вас, ну, вообще говоря, терять не хочет, да, вот. И, вместе с тем, как бы, не желая терять вас, он и сблизиться с вами адекватно тоже не может, вот. То есть, в данном случае это ситуация, ну, может быть и неприятная, да, может быть и неприятная, но, тем не менее, вполне себе нормально, нормально, вот. И, скорее, это уже ответственность самого мужчины, что он не может определиться никак, вот. Скорее, это его ответственность. Это ответственность именно мужчины, вот. Ну, не важно. То есть, да, вы совершили, там, как бы, ну, какие-то неприятные поступки в отношении него, безусловно, да, вы, там, как бы, ну, в чем-то, возможно, виноваты, вот. А вы, возможно, ну, вам нужно, возможно, попросить у него прощения, вот, за то, что вы сделали это так. Это так, это правда, вот. Но не уходить, вот, в чувство вины, да, в какое-то, вот, ну, знаете, в нон-стоповое чувство вины уходить не нужно. Именно, вот, в нон-стоповое, потому, что ничего хорошего из этого не получится для вас, по крайней мере. Вот. Просто в силу того, что мужчина просто будет знать, что вот это хороший способ вами, например, манипулировать. Да, ну, просто вот хороший способ вами манипулировать. И по итогу отношения будут выстраиваться по такому принципу, что он будет бояться с вами близости, но будет провоцировать вас на вот такие действия, да. Ну, вот, именно на такие действия, на такие вот именно действия, как он, ну, как это произошло сейчас. Вот. А чтобы себя обезопасить. И здесь, ну, вряд ли его, вряд ли его можно будет винить в чем-то, потому, что вы закрепили, вы закрепили ему эту модель поведения. То есть, еще раз, еще раз, чтобы вы правильно понимали, да. Если вы что-то сделали, извинитесь, возьмите ответственность на себя, да. А, вот, там, объясните, может быть, мужчине, почему так случилось, и т.д., и т.п., вот. В этом нет ничего страшного, все люди ошибаются, это нормально. Ну, не уходите, не уходите целиком и полностью в вину, да, и не берите на себя целиком и полностью ответственности за проблему, которая имеет место быть. Потому что это несправедливо. Вот. Дальше, он осторожный и скрытый по натуре. Как правильно с ним себя вести? Ну, я бы здесь исходил, наверное, из ваших целей, в первую очередь. То есть, вот, какие у вас цели, ну, вот, исходя из целей, я бы уже и двигался бы. То есть, если у вас цель построить взаимоотношения, если у вас цель быть вместе с ним, то здесь, конечно, ну, желательно, очень, очень желательно, чтобы, чтобы вы подобных вещей не допускали больше в будущем. Ну, вот. Чтобы вы, во-первых, извинились именно за свою часть, часть действий. Вот. И, во-вторых, чтобы вы заняли максимально комфортную форму взаимодействия для него. То есть, такую форму взаимодействия, которая была бы максимально комфортной именно для, ну, для человека, да, для мужчины, если мы говорим о нем. Ну, вот. Вот это то, что вы можете сделать сами. Это единственное, что вы можете сделать. А давить на него, как-то требовать от него чего-то. Ну, на мой взгляд, непродуктивно, опрометчиво, деструктивно и еще больше его отравдали. То есть, человек, человек воспримет как угрозу. То, что вы на него, например, давите. Или то, что вы от него требуете. То, что там. Вот. А вот, вот, в принципе, вот, в принципе, то, что можно вам ответить здесь. Да, ну, вот, именно здесь, именно по данному вопросу, потому-то понятно, что ваши отношения, они более, как бы, глубокие, да, и что их нужно анализировать и исследовать, анализировать и исследовать. То есть, вашу модель поведение с ним, с мужчиной и вообще жизненную позицию, личностную позицию. Вот. И его жизненную позицию точно-тоже нужно исследовать, потому что, ну, по-другому дать вам обратные связи, адекватные обратные связи возможности не представляется. Для психолога не представляется, к сожалению, никак. Вот так, вот так, вот так, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Надеюсь, что мой ответ помог вам лучше понять ситуацию, которая происходит. Соответственно, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, эти вопросы. Я буду рад вам ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok